Мошенники, хорошие психологи или люди слишком доверчивы. Пострадавшие от действий злоумышленников рассказали, как попались на уловки аферистов и отдали сбережения. Почти каждый случай начинался одинаково. Звонили якобы представители банка и говорили, что с карты пытаются списать средства. Позже предлагали перевести деньги с карты на сберегательный счет. И жертвы соглашались. Все время была на связи. Я, получается, доехал до банкомата. И следую указаниям. Даже я сам не заметил. Там очень хорошие психологи сидят, видимо. Я снял деньги, получается, и вложил их. А это другой случай. Мужчине также позвонили лжеспециалисты, только попросили назвать паспортные данные. Он согласился, а после увидел списание с карты. Они попросили паспортные данные, но я не сориентировался, подумал, что паспортные данные ни на что не повлияют. Буквально продиктовав паспортные данные, в течение полуминут, наверное, начали приходить смс-ки от банка с разными кодами, с суммой перевода. Сотрудники органов внутренних дел Челябинской области на регулярной основе проводят разъяснительную работу, направленную на информирование граждан о случаях мошенничеств и мерах предосторожности, которые помогут избежать обмана. Тем не менее, южноуральцы продолжают доверять лицам, позвонившим по телефону. Выволняют их указания, тем самым лишаются своих сбережений. Теперь по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье мошенничества, аферистов ищут.